С чего начинается утро каждого? Конечно же, с завтрака. Делового. Во второй день чемпионата за круглым столом оказались участники и те, кто отвечает за управление транспортом Валроса. Импортозамещение и бережное отношение к технике – основные темы встречи. Водителям ПДМ и большегрузов рассказали, компания успешно справляется с поиском альтернативных поставщиков запчастей и транспорта. Естественно, ждем вопросов водителей, что волнует непосредственно их. Потому что, может быть, мы не всегда слышим их тревоги и их проблемы. Я надеюсь, они их озвучат. Если мы впервые эти вопросы услышим, то мы их возьмем на контроль для того, чтобы взять проработку и каким-то образом отрешать. На обогатительной фабрике тем временем на конкурсную программу собрались участники еще одного направления. Компетенция «Грохотовщики» на чемпионате лучшей по профессии представлена впервые и проходит прямо на промплощадке 14-й фабрики. Оборудование называется «Грохот» и говорится возле себя. Шум в цехе стоит такой, что застязаться, как и работать, приходится в берушах. «Грохотовщик» – важная профессия. От работы этих специалистов зависит качество подготовки сырья, которое, в свою очередь, влияет на качество обогащения продукта. На Айхальской фабрике функционируют десятки агрегатов, но без людей это просто металл. Оборудование само по себе без агрегатчика работать не может, потому что его необходимо обслуживать, контролировать, останавливать, зачищать, замывать, ну и, соответственно, еще много всяких манипуляций проводить. На практическом этапе участникам предстояло ввести в работу остановленный «Грохот», обнаружить возможные неисправности, проверить уровень нагрузки и заменить просеивающие поверхности. В целом все понравилось, есть чему учиться, куда стремиться, опыта буду набираться дальше. О результатах пока что судить рановато, но, надеюсь, я составил конкуренцию. Сложным, в принципе, не было ничего, кроме волнения, с которым, ну, не так просто справиться, плюс разница во времени. Пожалуй, это самое быстрое состязание чемпионата. На выполнение заданий у шестерых участников ушло около четырех часов. Чего не скажешь про электромонтеров, которые соревнуются со вторника. Днем в среду на полигоне «Карьера-Юбилейный» к ним присоединились шесть водителей ПДМ. Сложно ли захлопнуть спичечный коробок руками? Думаю, нет. А что, если сделать это 30-тонным ковшом? Задача практически ювелирная. Ювелир – так и называется первое упражнение для водителей ПДМ. Какие роли участники только не принимали. На задании «Рыцарь» к ковшу машины крепили копье, которым нужно было выбить из рамки кубики. Чем меньше кубик по размеру, тем больше очков. В Посейдоне водители везли к точке «Б» ведро с водой. Задача – расплескать как можно меньше жидкости. Но больше всего хлопот нашим профи доставил баскетбол. Самое сложное – это было в мячик в кольцо попасть. Остальные – не такие сложные, как казалось. Подвело только своя безалаберность, то, что свет не включал. А так, по конкурсу, все, в принципе, все хорошо, как и ожидалось. Хорошо все, нормально, вот с мячом маленько не повезло так. Что с мячом не так? Не знаю, чуть не рассчитал. А остальные здания – ювелир, со спичками справились? Ну да, нормально все вроде, по моему мнению. Помога лучше! Наконец-то на соревновательных площадках появились зрители. На полигон их привозили автобусы. Здесь и супруги с детьми, и коллеги, и просто любопытные айхальцы. Мы не знаем, кто за айхал наступает, мы только подъехали. Ну, конечно, естественно, за айхал. Клевая штука! Очень эффектно выглядит. Я за всех болею. За наш коллектив, так сказать. В пяти шагах от трибун огромный желтый красавчик БелАЗ. Его выставили специально для гостей. Любой мог сфотографироваться рядом с этой техникой. А посмотреть на нее в деле получилось на конкурсной программе водителей большегрузов. Сейчас у нас БелАЗ 7558, грузоподъемностью 90 тонн. Они у нас сравнительно недавно начали появляться в целиком портозамещении. БелАЗы машинки очень надежные, проверенные временем. В принципе, всем коллегам нравится, всех поздравили. Это самый большой БелАЗ Валроса? Конечно же нет. У нас есть гораздо больше БелАЗ грузоподъемностью до 136 тонн. Надеемся, что на следующем пробмастерстве мы уже будем их гонять, так сказать, на полигоне. На полигоне выступали шесть водителей. В зачет только четверо. Те, кто успешно прошел теоретическую часть с правилами дорожного движения, которые, по словам многих, сложны. Участники проходили гараж, змейку, горку. Однако самое зрелищное – попадание в мишень кубиком из кузова. Сложно. В первый раз это всегда сложно. Да, это испытание. Волнуетесь? Волнуемся, конечно. Это обязательно волнуемся. Волнуемся. Рассчитываете на победу? Да не знаю. Рассчитывать нет. Главное – самое главное – участие. Остальное – да, все нормально. Это уже хорошо, да, когда участие. Ну, поволновался, да, немножко спутался. Выполнение упражнения, а так доволен выполнением. Что было самым сложным? Переволновался в выполнении очередности упражнений. Да не было на самом деле сложным. Мы с этим совсем сталкиваемся на работе. Как бы все. Ну, просто, видите, соревновательный вот этот весь эффект. Адреналин как-то. Хочется победить. И вот, может, и были какие-то ошибки. Ну, я не заметил, по крайней мере. Мне кажется, что первый, что последний. Какая разница? Маленько не подконтрировался чуть-чуть. И так получилось, что не поехал, не заехал, не попал в мишень сюда. Тут маленькое расстояние побольше. Мы этим занимаемся, но они тяжелые. Мы этим работаем каждый день, как бы, на этой технике. Сам факт, что фигурное вождение, оно, маленько, совсем другое, чем вождение в Корее. Я считаю, что Айхальский этап чемпионата пришел очень положительно. Это эмоции наших зрителей, высокий профессионализм и участников данного чемпионата. И да, конечно, надо отметить те условия, в которых была произведена подготовка к данному чемпионату. Одно из самых больших препятствий, которые, это была погода. В субботу был дождь, в воскресенье всего лишь один градус тепла, мокрый снег и дождь. Но никто не перестал выполнять свои обязанности по подготовке к данному чемпионату. Очень большое удовольствие произвели на меня этот конкурс машинистов ПДМ. Ну, это не только профессионализм, это ювелирный профессионализм наших работников. Такими работниками, конечно, задачи выполнять нам по плечу, любые, которые стоят перед компанией. Второй соревновательный день завершился флешмобом на площади у Северного Сияния. Волонтеры и участники превратились в живую волну, тем самым передав привет мирному, в котором чемпионат продолжится уже 8 июня. В третий день состязаний на площадках встретятся сварщики, а на стадионе «Триумф» пройдет торжественное открытие.